This conference will now be recorded. Еще три минуты и начнем. Коллеги, по ходу нашего мастер-класса задавайте вопросы. На каком-то этапе премьера, может быть, какая-то часть будет непонятна, или нужно, может быть, с вашей точки зрения пояснить какой-то момент, чтобы преподаватель мог понимать, в чем вопрос. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Вопрос. Сколько сейчас нужно иметь денежных средств, чтобы в будущем через 3 года получить 100 миллионов? У вас 3 года получения дохода, а ставка дисконтирована 15%. Это означает, что вы можете не в этот проект направлять ваши деньги, а можете в альтернативные источники дохода под ставку 15% разместить ваши денежные средства. Что она вообще означает для акционеров в простом понимании? Это себестоимость капитала для ваших акционеров. Ниже этого процентная ставка они не готовы размещать свои денежные средства, направлять в какие-то ваши проекты, в производство, в торговлю, в различные контролируемые виды бизнеса. Давайте найдем, сколько составят денежные средства на начало 3 года. На конец года они равны 100 миллионов рублей. Равно 100 миллионов разделить. 1 плюс ставка дисконтирования. Степень коллеги shift 6. Shift 6. Кто не знает, как ставить. Степень 1. Давайте по шагам. В начале 3 года, если у вас норма прибыли, норма получения дохода 15% и ниже вы не согласны получать, вам нужно иметь 86 миллионов 957 тысяч. Теперь давайте найдем, сколько нужно иметь денежных средств на начало 2 года, чтобы получить эту сумму на начало 3 года и на конец 3 года 100 миллионов. Мы сделаем пошаговый расчет, чтобы вам было понятно. Можно это одним действием делать, разделить на 1 плюс ставка дисконтирования в степени 3. Но чтобы было понятно и вы могли понять отличие двух разных функций денег, всего их 6, опыт инвестиционной деятельности показывает, что экономисты пользуются двумя функциями денег. Текущая стоимость денег, будущая стоимость денег. На самом деле их 6. Есть текущая стоимость аннуитета, будущая стоимость аннуитета, фактор фонда возмещения, взнос на амортизацию. Это существенно расширяет арсенал для принятия экономических решений. Давайте найдем денежное выражение суммы 86 957 на начало 2 года. 86 957 разделить единица плюс ставка дисконтирования 15 процентов 66 степень степени 1. Вам нужно иметь 75 614 стоимость вашего капитала при условии того, что через 3 года вам нужно получить 100 миллионов рублей на начало 2 года 75 614 000. И давайте найдем, сколько составляет денежное выражение этой суммы на начало 1 года, то есть на момент принятия вами инвестиционного решения. Равно 75 614 разделить единица плюс ставка дисконтирования в степени shift 6 единица. Давайте вот так вот пометим. Сегодняшняя или текущая стоимость 100 миллионов полученных в конце третьего года при норме прибыли, задаваемой вами 15 процентов, равна 60 752 000. Или вам нужно сейчас иметь 60 752 000, чтобы при норме дохода 15 процентов в год и сроке размещения дохода 3 года, через 3 года получить 100 миллионов рублей. Уважаемые коллеги, по ходу мастер-класса в чате задавайте вопросы, я буду по мере поступления отвечать. Кому-то какая-то часть может быть непонятна, может быть еще раз проговорить, мы с вами можем удалить и по новой набрать. То есть все делаем в прямом эфире, чтобы вам было понятно. Продолжение следует... Это первая функция денег, когда у вас есть одномоментное получение дохода в определенный момент в будущем, и вам нужно найти текущее значение этой будущей стоимости при вашей себестоимости капитала. Далее, расчет текущей стоимости аннуитета. Это то, с чем мы сравним расчет текущей стоимости денег. Уважаемые коллеги, определение, чтобы мы с вами понимали, что это означает. Текущая стоимость аннуитета показывает, сколько нужно вложить денег сегодня, чтобы в будущем получать запланированные постоянные доходы. Теперь давайте обратимся к Excel. Первую ситуацию мы с вами разобрали. Теперь, используя ту же самую сумму в обращении... А как мы с вами это сделаем, коллеги? Мы говорим, что у нас с вами аннуитет равен... У нас с вами три года. Всего 100 миллионов. Но только мы эти 100 миллионов получим не в конце третьего года. Мы получим 33 миллиона 333 тысячи в конце первого года. 33 миллиона 333 тысячи в конце второго года. И 33 миллиона 333 тысячи в конце третьего года. Сложим эти суммы в те же самые 100 миллионов, но тремя равномерными платежами. Срок у нас 3 года для третьего платежа, 2 года для второго платежа, 1 год для первого платежа. Себестоимость капитала, чтобы вам проще понять, что такое ставка дисконтирования, ниже ваши акционеры не согласны получать доходность. Ниже 15, у них есть альтернативная возможность получения дохода в других источниках под ставку 15%. Или это требуемая норма доходности, для того, чтобы они могли сказать, они будут вкладывать в ваш предлагаемый проект, в вашу предлагаемую инвестиционную идею эти деньги, или не будут. Если вы предложите доходность 14, они отдадут деньги в другой источник, который им дает 15%. И через эту ставку дисконтирования, они вас просят продисконтировать все ваши получаемые в будущем инвестиционные доходы. И посмотреть, абсолютный доход будет больше или меньше, чем он получает в альтернативном источнике дохода. Итак, как мы с вами оценим текущую стоимость аннуитета? Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, в чем фундаментальный смысл каждого платежа. Вот смотрите, в конце года первого, давайте вот так пометим. Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. То есть, смотрите, у вас третий платеж пролежит 3 года, второй платеж 33,333, 2 года, и первый платеж 1 год. Так вот, если вы получаете его в конце первого года, сколько составляет его текущая стоимость денег? Также по формуле текущей стоимости денежной единицы, что вы делаете? Равно 33,333,000 разделить единица плюс 15%, ставка 1, shift, 6, домик, степень, степени 1. Вот сегодняшняя стоимость первого аннуитета. Из трех. 28,986. Теперь давайте поймем, сколько стоимость второго аннуитета. 33,333,000. Ну, понятно, коллеги, что если мы возьмем больше знаков, да, вот они троечки идут, пока мы не получим эти 100 миллионов. Чтобы вам было на одних и тех же цифрах, понятно, мы и на занятиях, в процессе наших семинаров используем, стараемся один тот же пример на одинаковых входных данных, чтобы проще было понять его фундаментальный смысл. Что мы с вами делаем? Равно 33,333,000 деленное единица плюс 15% в степени 2. Второй аннуитет два года пролежит, а мы принимаем инвестиционное решение на начало первого года. Денежное выражение, текущая стоимость второго аннуитета в сегодняшних деньгах, в момент принятия инвестиционного решения, составляет 25,205,000. И давайте найдем с вами денежное выражение третьей суммы. Равно 33,333,000 разделить единица плюс 15%, shift 6, степень, степени 3. Ее текущая стоимость составляет 21,917,000. Итого, сколько составляет стоимость этого проекта с тремя аннуитетными платежами по 33,333,000? Равно 28,986 плюс 25,205 плюс 21,917. 76,108 стоит этот проект, если вы сравниваете с альтернативными источниками получения дохода. Давайте перейдем на листик текущая стоимость денег. Здесь текущая стоимость будет 65,752. Уважаемые коллеги, это мы нашли текущую стоимость. Пока мы с вами проценты не смотрели. Коллеги, вот на этой части нашего мастер-класса у вас есть вопросы? Задавайте, пожалуйста, либо с голоса, если вам так будет удобно, либо через чат. Можем двигаться дальше? Давайте двигаться дальше. Давайте посчитаем проценты в первом и во втором варианте. В варианте текущей стоимости денег. Когда у вас есть в один определенный момент какая-то будущая сумма денег, и вы ищете текущую стоимость. За третий год мы получим проценты 13,043. За второй год мы с вами получим проценты 11,342. И за третий год, за первый год мы с вами получим проценты 9,863. Итого 65,752 тысячи – это вход в какой-то проект или его текущая стоимость. Проценты 34,248. 65,752 плюс 34,248 равно 100 миллионов. Давайте тоже вот так вот сделаем. Теперь в случае текущей стоимости аннуитет, когда у вас не в один определенный момент, а равномерными платежами вы получаете доходы. И вы видите, что эти 33,333 пролежали один год всего, эти два, и последние 33,333 тысячи пролежали три года. Сколько процентов за первый год? 33,333 минус 28,986, 4,348. Второго платежа 8,129. И третьего платежа. 11,416. Итого 23,892. 23,892 плюс 76,108 – те же самые 100 миллионов. Но мы их получили по-другому, равномерными платежами. Что из этого следует? Из разобранных двух примеров. Уважаемые коллеги, текущая стоимость. Во втором варианте она будет выше. И вопрос у меня к аудитории нашего мастер-класса. Почему текущая стоимость при текущей стоимости аннуитета выше, чем при текущей стоимости денег? Можно кто-то ответить? Есть соображения, почему? Вы видите, что в первом случае 65,752. Во втором 76,108. Подскажу вам о периоде получения дохода. Смотрите. Во втором случае при текущей стоимости аннуитета вы не все 100 миллионов получите в конце третьего года. Вы из этих 100 миллионов 33 получите уже в конце первого года. Раньше, к моменту принятия инвестиционного решения. Вы знаете, наверное, по расчету коэффициентов дисконтирования, если вы сталкивались, кто-то может быть в процессе построения финансовых моделей, холдинга, компаний применяют, что чем ближе получаемый доход, тем коэффициент дисконтирования выше. Если у нас чем дальше получение доход, тем текущая стоимость у нас будет меньше. И ваша задача получить, таким образом настроить финансовую модель, чтобы получаемые доходы были как можно раньше, к моменту принятия инвестиционного решения о вхождении в какой-то проект или в бизнес, а затраты по этому проекту были как можно дальше, потому что их текущая стоимость будет ниже. В результате общая доходность вашего проекта будет выше. Второй доход вы получаете спустя два года и третий доход в третьем году. Вы видите, что так как вы раньше получаете 66 миллионов 666 тысяч из этих 100, то понятно, что и денежное выражение этой суммы меньше будут проценты, а основная стоимость этого проекта будет выше. Вот, пожалуйста, поймите, что можно сразу получить какую-то сумму денег в будущем, а можно частями эту сумму денег получать. Тогда понятно, что текущая стоимость этого проекта будет выше. Разобранный пример, который мы с вами только что прошли, позволяет сравнить две функции денег – текущая стоимость аннуитета и текущую стоимость денежной единицы. Уважаемые коллеги, мы вот такие бизнес-кейсы сравнения различных функций денег, моделирование ставки, дисконтирование, сочетание принципов финансовой математики разбираем на нашем курсе основы инвестиционного анализа. Если вам в процессе вашей деятельности нужны эти навыки, как оценить, например, показатель чистой приведенной стоимости, что такое NPV, Net Present Value, Internal Rate of Return, ставка ERR, что такое MIRR, что такое Payback Period, Profitability Index. Если вам нужно понимать, как это рассчитывается, какие существуют основные типы расчета инвестиционных проектов на получение маржинального дохода, на отказ закупки какого-то сырья на стороне или отказ от получения различных выгод на стороне, а лучше переместить акцент в пользу производства у себя, какие нужно сделать инвестиционные вложения, что такое проекты на предписание регулирующих органов, если нужно вам освоить эти знания, мы приглашаем вас на основы инвестиционного анализа. У вас на экране написано, сколько будет посвящено каждому модулю. Сочетание принципов финансовой математики 4 часа, моделирование ставки дисконтирования 4 часа, показатели оценки эффективности инвестиций 3 часа, логика расчета экономического эффекта инвестиционных положений 3 часа. По просьбе слушателей мы включили блок по методическому обеспечению инвестиционной деятельности, какие нужны документы, чтобы создать, например, в компании регламент, чтобы создать инструкцию к используемой финансовой модели, что прописать в эту инструкцию, как составить положение у руководителя проекта, как составить платежный календарь компании инвестиционной, как организовать защиту инвестиционных вложений на очередной финансовый год. И в процессе нашего курса мы используем различные навыки усвоения материала, брейн-ринг, различные сравнительные задачи. Методический материал подобран таким образом, что мы пытались сделать задачи такими, чтобы нельзя было получить односложный ответ. Всегда нужно было подумать, потому что инвестиционный анализ – это очень огромная область. Постоянно этот курс дополняется. Что-то мы добавляем по просьбе слушателей. Например, с учетом горизонта расчета. Месяц, квартал, полугодие, год. Как переходить от одних ставок дисконтирования к другим? Как это встраивать в коэффициенты дисконтирования? Как это проектируется на расчет срока окупаемости, простого срока окупаемости, дисконтированного срока окупаемости? Вот различные такие примочки в Excel, вспомогательные примеры, как понять этот материал и свободно моделировать в Excel, чтобы вы не боялись открыть чистый лист и на чистом листе взять какую-то задачку экономическую. Методы знаете, как считать? Изучили, и ничего вам не мешает взять какой-то настроить экономический расчет. По заданию ваших руководителей, либо в какой-то момент в будущем сравнить ваши решения, либо в какой-то момент в настоящем сравнить ваши решения, мы приглашаем вас на этот курс. Кому этот курс поможет? Познакомит участников с современными технологиями финансовой математики, расчета ставок дисконтирования, позволит получить участникам курса навыки решения практических задач в области финансовой математики и методологии оценки инвестиционных проектов, повысит эффективность управленческой работы участников курса, место данного курса в общей цепочке по направлению финансового менеджмента, Центра специалистов при МГТУ имени Баумана. Вы видите, что основу инвестиционного анализа мы разработали таким образом инструментарий, чтобы он вас готовил к более сложным курсам. Подготовка и защита бизнес-плана, инвестиционный анализ для профессионалов. Мы специально по просьбе слушателей разделили два этих курса. Кто-то профессионально каждый день по 8-10 часов работает со сравнением инвестиционных проектов. Кому-то нужны только первоначальные знания, основы инвестиционного анализа. Поэтому кто хочет полный получить спектр знаний, идут на два курса по желанию. Кому нужно ориентироваться в простейших экономических расчетах. Как сравнивать различные проекты, например, с учетом инфляции, без учета инфляции. Например, когда у вас абсолютные потоки равны, но дисконтированная стоимость почему-то одного проекта выше, чем другого. Почему так происходит? Когда нужно принять решение в момент будущего или в момент настоящего. Как сравнить эти инвестиционные решения? Вот таким образом подобран инструментарий ВЭКС и предлагаемых задач. Каждому слушателю выдается методическое пособие и обратная связь с преподавателем. Вы можете задавать любые непонятные вопросы или предложить какие-то задачи, которых вы не обнаружите в этом пособии. Курс читается с 2014 года. И постоянно мы что-то добавляем. Но нельзя охватить весь спектр этих инвестиционных знаний. Все время слушать и подкинуть какую-то идею. Давайте вот этот перемешивший разберем. И каждая последующая группа получает все больше разобранных экономических примеров. Я рекомендую так, что храните все эти шаблоны в одном файле Excel на различных листиках с перемножениями. Все примеры, которые выдаются по результатам курса, сгруппируйте в один Excel файл и поместите на флешку. И пусть эта флешка все время будет при вас. Неважно, поехали вы в командировку, либо вы выехали на какой-то семинар, и нужно по заданию руководства срочно сделать презентацию, сравнить эти инвестиционные решения. Из максимума шаблона в флешке вы можете требуемый найти, немножко модифицировать его под количество предлагаемых лет, норму получения дохода ваших акционеров, управляющих директоров, внецом директоров и получить требуемый результат. Очень удобно. Пособие экономическое. Все посвящено практике. Потому что теорию вы и сами можете где-то вот купить, какое-то пособие, прочитать, а вот практика, как это руками делать, как зайти, открыть файл Excel, как это самому посчитать. Не чтобы кто-то за вас посчитал, а чтобы вы сами могли любую экономическую ситуацию смоделировать. Вот в этом моя задача как бизнес-тренера. Уважаемые коллеги, группы слушателей, кому будет полезен курс «Основы инвестиционного анализа». Слушатели, желающие получить первоначальные знания и расширить кругозор в области инвестиционного анализа. Согласно перечню профессии Министерства образования, специалист по финансовому консультированию, специалист по работе с инвестиционными проектами, финансовый консультант, стажер, младший финансовый консультант, специалист, тьютор по финансовому просвещению, брокер, коммерческий агент, финансовый брокер. Так, вопросов. Документы об окончании. Уважаемые коллеги, если вы пройдете только один курс, краткосрочный, 16-часовой курс, вам выдается свидетельство обучению. Вам выдается, так как центр специалистов авторизованный, центр Microsoft, вы должны уметь владеть знаниями в PowerPoint, Word, Excel. Вам выдается сертификат пользователя Microsoft. Если больше количества часов, чем 16, это может быть либо диплом профессиональной переподготовки в области инвестиционного анализа, либо удостоверение о повышении квалификации. Каждый из этих документов условит, сколько вы часов вложите в эту программу. 16, 200, 300 часов, 40 часов. В зависимости от этого выдается определенный документ. Если у вас остались вопросы, запишите, пожалуйста, почту а.а.гиденко.специалист.ru Если вам нужен сегодняшний какой-то бизнес-кейс, который мы разобрали, либо текущая стоимость денежной ниц, либо текущая стоимость анкета, либо и тот, и тот лист, если не успели записать за преподавателем, я этот кейс вам перешлю на электронную почту. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Ближайший курс у нас 14 ноября, это ближайшую субботу. Как мы занимаемся? Почему мы вынесли на выходные дни? Коллеги, основа инвестиционного анализа – это математика. И понятно, что после работы в обычный день предлагать этот курс нет никакого смысла. Нужно, чтобы вы посвятили полный день. Курс проходит двумя интенсивными днями по 8 часов. 14 и 21, две ближайшие субботы. С 10 до 17.10 с перерывом на обед и два небольших перерыва на кофе-брейк. По записи на курс вы можете обратиться в Центр Белорусско-Савиловский МГТУ имени Баумана. Телефон 232-32-16. Пожалуйста, приглашаю вас на курс и готов ответить на ваши вопросы. Спрашивайте, коллеги, то есть у кого есть интерес. Сейчас время остается. Что касается нашего разобранного примера, коллеги, мы рассмотрели здесь с вами 3 года. Но вы также можете модифицировать расчет и 4-5 лет. То есть, допустим, вам акционеры сказали, а у меня есть возможность через 5 лет получения дохода. Чтобы вам было по шагам понятно, добавляете столбцы. Вставить, вставить, 3-й, 4-й, 5-й и здесь, соответственно, 4-й, 5-й год. Процентная ставка. Так, акционеры вам, допустим, говорят, я не хочу 15% норма прибыли. Я хочу сравнить мне это инвестиционное вложение через ставку 20%. Ну, видите, что мы настроили с вами, это у нас с вами автоматически обновляется. Только теперь как вы можете сделать равно, как вы можете перестроить этот расчет? 100 миллионов разделить, единица плюс 20% в степени 1. На начало 5-го года 83 будет. Далее, что вы делаете? 83 деленное на единицу плюс 20% требуемая норма 1. Дальше, что вы делаете? Ну, эти готовые вы уже подставляете. Да, видите, здесь все пересчиталось. То есть денежное выражение 100 миллионов, полученных уже через 5 лет. Через 5 лет. Сегодняшний ГАК составляет при норме прибыли 20% 40 миллионов 188 тысяч. То есть если вам предлагается купить проект, который даст через 5 лет 100 миллионов, то вы за какую величину его купите? Если вам скажет, допустим, продавец купить его за 42 миллиона, вы его купите за 42 миллиона? Коллеги, пишите ответ в чат, у кого есть. Нет. Правильно. Его текущая стоимость 40,188. Ваша задача как покупателя за сколько его купить? В каком диапазоне? Если вы знаете его справедливую стоимость. Правильно, правильно, Инна, отлично, отлично. Ну, коллеги, это очень простой пример. Мы из 6 функций взяли для этого мастер-класса 2 функции. Вроде они называются примерно одинаково. Здесь текущая стоимость денежной единицы. Здесь тоже какая-то текущая стоимость, но оно и те тоже равномерного платежа. И понятно, чем дешевле 40,188 вы купите, это у вас будет дополнительный эффект синергетический. Ну и, коллеги, недавно вышел еще раз, уж мы немножко здесь от оценки стоимости заговорили. Посмотрите, пожалуйста, на сайте Центра специалистов. Мы еще включили по просьбе слушателей, кто уже прошел инвестиционализ для профессионалов, основы инвестиционализа, оценка бизнеса. Но оценка бизнеса и предприятия, и стартапа. Некоторые предприниматели, стартаперы, им нужно получить сразу много высокорискованной идеи. А здесь нюансы у оценки стартапа, бизнеса. Кому будет интересно, этот курс у нас будет в январе 2021. Пилотная группа прошла. Мы рассмотрели доходный метод оценки бизнеса, моделирование ставки дисконтированным, weighted average cost of capital, среднезвестная стоимость капитала, сравнительный метод, затратный метод, метод скорректированной добавленной стоимости APV, DCF, метод чистых активов, метод сделок. И вот все вот эти методы на практических примерах, с учетом каких-то интересных сделок в деятельности компании. Ну, например, для сравнительного метода мы взяли продажу пакета ГМК «Норильский никель». Вы, наверное, помните эту историю инвестиционную. Михаила Прохорова, когда он вначале хотел продать эту долю Владимиру Потанину, и в конце эту долю купил Олег Герипаско. Нюансы на каждом шаге расчеты конкретной экономической сделки. Как слушатели это считали? Почему они считали? Почему переговоры заходили в тупик? Вот как разобрать с помощью методов оценки в Excel, куда смотреть в интернете? Вот мы взяли какие-то определенные сделки, определенный пример ситуации, как из всех нефтяных компаний, шести представителей сектора МВБ, отобрать наиболее перспективную компанию доходным методом. Это Башнефть или Сургутнефтегаз, это Газпромнефть. Чтобы вы также могли, собственно, этим инструментарием рассчитать эту стоимость. И подспорим, в этой задаче вам и служил Excel. У кого будет интерес, можно не только на основе оценки бизнеса, инвестиционного анализа для профессионалов, но ближайший курс – основа инвестиционного анализа. Кто, может быть, боится подступиться к этой идее, но простейший показатель требует на работе считать. Я, как квалифицированный бизнес-тренер, просто научу вас гарантированно, как это делать, как сравнить, как что-то подставить. Мы открываем Excel, тренируемся в Excel. Вот за наш мастер-класс, да, ну что мы с вами? Вот видите, две каких-то мини-модельки мы сделали. Но это самое простейшее, что можно сделать. Есть усложнение исходных условий, более усложненный расчет, тип инвестиционного проекта, получение маржинальной прибыли в будущем по продаваемому товару, выход нового продукта на рынок. Как это оценить? Как сделать инвестиции? Как получать операционный доход? Как получить чистый денежный поток косвенным методом? Как корректируется чистая прибыль на амортизацию, на изменение оборотного капитала, на инвестиции? Как коэффициент дисконтирования, перемножаясь на чистый денежный поток, чтобы вы вот этими терминами по требованию вашего работодателя самостоятельно могли это делать. Часто слушатели говорят, у нас кто-то один умеет это делать, сейчас этот человек либо на больничном, либо уехал в командировку, я должность, когда он приедет, и он все сделает. Наша задача, чтобы каждый из вас ни от кого не зависит. У вас есть максимальный разбор экономической ситуации, 40-50 примеров, которые охватывают требования курса основы инвестиционного анализа, у вас это хранится на флешке, все примеры с перемножениями. Ну, вы видите, да, что, вы понимаете, да, я исходники удалил, все, вот настройка у меня осталась. Здесь что я сделал? Я исходники удалил, настройка у меня осталась. Здесь вы можете по-разному моделировать, можете сумму взять 200, можете норму прибыли взять 22,58 целых требования акционера, норму прибыли на капитал, все что угодно. Вот так мы настраиваем вот эти расчеты. У слушателей остаются различные модели, ну, как вот эти две, да. Мы начинаем с шести функций денег. Как деньги движутся в экономике? Дальше уже переходим к ставке дисконтирования. Что такое стоимость капитала? Как она формируется? Что такое метод кумулятивного накопления? Что такое метод CEPM? Тоже, видите, вот английские аббревиатуры. И каждую составляющую этого расчета мы разбираем. И слушатели на конкретных примерах вот осваивают эти материалы. Это удаляем также. Ну и понятно, что здесь может быть 10, 12 лет, 30 лет, 40 лет, неважно. Просто понятно, что коэффициент дисконтирования будет меньше. Например, 100 миллионов, полученный через 40 лет, в сегодняшних деньгах будет значительно меньше, чем 100 миллионов, полученный через 5 лет. Чтобы слушатели это понимали. Есть денежные средства, полученные в начале каждого периода. Есть в конце каждого периода. Есть в середине каждого периода. Дисконтированная стоимость этих платежей в разный период времени будет разной. Как настраивать эти коэффициенты дисконтирования самому, ни от кого не зависеть, и прикреплять к финансовой модели. Как показатели эффективности подсоединить к уже рассчитанной финансовой модели. На что нужно сослаться, зная эту формулу в Excel? Profitability index, payback period, discount payback period, net present value, internal rate of return, mirror, modified, internal rate of return. Если вот эти термины вам нужны в процессе вашей деятельности, пожалуйста, приглашаю вас на курс в следующую субботу. Записаться можно в центре специалистов Нигатуйны Бауна. Коллеги, осталось еще немножко времени, буквально 3 минуты. Задавайте ваши вопросы. Кто-то может быть с голоса, кто-то в чате. И еще раз я на экран выведу тогда почту АА и Дэнк Специалистру. Если кому-то нужен вот этот разобранный кейс, кто-то не успел записать у себя в Excel, тогда я его вам направлю, если кому-то нужно. На экран также помещу и задавайте ваши вопросы. Уважаемые коллеги, и применительно к этому примеру, что мы с вами будем еще делать. У нас есть также группа команд данные, анализ, что если, видите, да, диспетчер сценария, подбор параметра, таблица данных. Вот, собственно, как моделировать инвестиционный расчет, например, с помощью функции подбор параметра. Мы также будем, вот, даже применительно к этому расчету рассматривать на этом курсе. Вот моя задача – научить вас пользоваться вот этими всеми прикладными функциями Excel. Они существенно, вы увидите, облегчают решение различных инвестиционных задач. И часто у вас нет и времени, чтобы получить ответ. Говорят, принеси через 20 минут. Сравни 4 сценария, построи слайд презентации и дай рекомендацию, куда вкладывать деньги. Вы должны самостоятельно уметь это делать. И вот, повторюсь, мы будем разбирать это в процессе нашего курса. Две субботы в ближайшем. Коллеги, задавайте вопрос. Немножко остается времени. Что хотели бы узнать? Я давайте еще раз выведу почту. Запишите. Бесточек. А. А. Диденко. Собака. Специалист. Ром. Может быть, по другим курсам. Инвестиционализм для профессионалов. Оценка стоимости компании. Мы их все по требованию слушателей делали. В начале был общий курс. А дальше мы делили по уровню подготовки. Кто-то не хотел на инвестиционализм для профессионалов. Я пока простейший пройду. Видите, сейчас создали оценку стоимости бизнеса. Люди хотят не только отдельный проект оценивать, а бизнес вместе с операционной деятельностью и различными инвестиционными проектами. Сколько стоит эта компания? Вот простейший. Мы с вами именно правильно написали диапазон. Сколько это составляет в деньгах? И продавец и покупатель знают справедливую стоимость. Но его задача, зная эту справедливую стоимость, дороже вам продать. А ваша задача, зная эту такую же справедливую стоимость, купить дешевле и получить добавочный синематический эффект. Коллеги, вопросов нет. Наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо вам большое, что были с нами 45 минут. У кого есть желание, на основу инвестиционализ записывайтесь. В центре Белорусско-Савеловский, директор центра Пичугина Ольга Владимировна. Телефоны на сайте центра специалистов найдете, как позвонить. Приглашаю вас на свой курс. Немножко места там остается еще. Спасибо вам большое. К почту запишите. Кому нужно, еще раз напоминаю, Excel пример этот, то обращайте, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.